В Екатеринбурге около 9 часов вечера и оперного театра, то есть в предзакатных сумерках и на перекрестке Ленина-Мамина-Сибиряка, приключился автобильярд, в котором пострадали здоровьем 5 пешеходов, в том числе 2 ребенка. Схема традиционная. Одна машина ударила другую в бочину и выплюнула ее на тротуар, где стояла толпа пеших. Отсюда традиционный для таких, прям скажем, нередких замесов совет. Нет, никогда не стойте на краю тротуара в ожидании зеленого, отойдите на пару-тройку метров от бордюра, ну или спрячьтесь за столбом, ибо бывает всякое, как показала практика. В этот раз конкретика такая. По проспекту Ленина от Красноармейской к Луначарского летел испанский болид «Сиат Леон», за рулем которого сидел, ну вроде как прибуханный 32-летний пилот, патентованный гонщик. Стажа у него всего один год, а он успел уже нахватать 11 штрафов за нарушение ПДД, преимущественно за скорость. А его дата стих говорит тот факт, что гаишники унюхали у него запах алкоголя, и он отказался продышаться в трубку, ну то есть фактически признал свою накиданность. Перед перекрестием с Мамины Сибиряка, по словам «Сиатовода», он будто бы отвлекся на мобилу, чтобы, значит, ответить на сообщение, и на светофор не посмотрел. А между тем ему уже загорелся железобетонный красный. Настолько красный, что машина в соседнем ряду встала без каких-либо колебаний. А в это время в ортогональном направлении по односторонней Мамины Сибиряка с перекрестка на железобетонный зеленый резво стартанула черная «Тойота Камри». И в итоге «Япошка» успела быстро проскочить широкий проспект, разделенный пешеходной аллеей, и на противоположном берегу атаковать в левый порт косячный «Сиат», пилот которого в последний момент, видимо, все-таки отвлекся от мобилы, посмотрел по сторонам, увидел летящее слева черное пятно и попытался вернуться вправо, но тщетно. От бокового удара «Сиат» завертелся, изменил траекторию и вылетел на тротуар, где пешеходы дождались зеленого и попытались перейти через проспект. Но не всем это удалось. Водитель автомобиля «Сиат», двигаясь по улице Ленина со стороны улицы Красноярмейская в сторону улицы Луначарского, по предварительным данным на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной «Тойота», которая двигалась по улице Мамина Сибиряка со стороны улицы Первомайская в сторону улицы Малышева. В результате ДТП пострадали 6 человек, из которых двое детей, 10 и 7 лет. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения. «Сиат» замолотил пятерых пеших, в том числе двух братьев-пацанов, 7 и 10 лет от роду. Они стояли на тротуаре с бабушкой и дедушкой, так вот, взрослым родственникам повезло. Дедушка вообще уцелел, бабушка получила несильные ушибы рук и ног и от госпитализации отказалась. А вот пацанов «Сиат» зацепил. У 7-летнего медики надиагностировали ушибы головы, поясницы и колена. У его старшего братишки перелом пирамиды левой височной косточки. Это на голове, между прочим. Обоих пацанов на каретах увезли в 9-ю детскую клинику. Бабушка и дедушка поехали за ними на такси. Кроме детей, здоровьем пострадали еще и трое взрослых пешеходов. 33-летний мужчина, в котором знающие люди опознали шеф-повара одной из известных екатеринбургских точек общепита, у него перелом ноги и закрытая ЧМТ. У 34-летней пешеходки врачи диагностировали сотрясение мозга и ЧМТ. Ну и хуже всех пришлось 79-летней бабуле, у которой тоже ЧМТ. Но одно дело ЧМТ в 34 и совсем другое в 79. Все трое взрослых пострадавших на скорых уехали в 36-ю травматологию. Сегодня пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков уточнил, что один из травмированных мальчиков, ну видимо 7-летний, у которого только ушибы, и 34-летняя женщина были отпущены из больниц домой. У шеф-повара состояние средней тяжести, а вот 79-летняя бабуля крайне тяжелая. А другой источник в Минздраве сообщил УРА.РУ, что прогноз на ее выживание пессимистичный. Однако есть в этом пьяном ДТП и место оптимизма. Ну, во-первых, нет погибших. Карет скорой возле оперного было, по счастью, не так много, как вчера утром в Казани возле школы, где был теракт. Но карет, что важно, было достаточно, и все они погодились, ну, в общем, все жили. Ну и во-вторых, нашлись такие пешеходы, перед которыми беда вильнула хвостом, не задев. Ну, везутчики, знать не судьба. Женщина, которая вот в реанимационной лежит, она стояла перед нами, ее снесло. А как происходило действие? Она стояла перед нами. Так, загорает, почти загорелся зеленый, там секунда оставалась. В этот момент он, получается, на красный вылетает, Тойота идет на зеленый, соответственно, она его в борт ударяет, он завинчивается и уходит на тротуар. Сколько человек на тротуаре было в момент? Ну, перед нами, получается, стояла женщина, вот ее первую сбила, и, получается... Получается, когда я его крутила, он, соответственно, еще четыре человека сгреб. То есть, вот перед нами бампер пролетел вот этот. Оба водителя, участвовавшие в замесе, здоровьем не повредились. В Камре вздулись кислородные подушки, ну, а у гонщика на Сиате и без того теперь проблем хватает. Теперь ему надо молиться, чтобы никто из травмированных не погиб и не оказался тяжко покалеченным. В противном случае это уголовка и посадка. Ну, а за пьяное руление, если его, конечно, подтвердит анализ мочи, невнимательный гонщик ответит правами и рублем, да не одним, а 30 тысячами. Уважаемые граждане, напоминаем о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в частности, соблюдение очередности проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков.